Здравствуйте, дорогие друзья! Арсений Гуречев, врач-остовопат и клинический психолог. И я хочу сказать свое мнение по поводу того, какой предмет для остовопата самый полезный из неостовопатии, из других предметов. Итак, самый полезный предмет для врача-остовопата это неврология. Неврология, в ней все есть. Как я к этому пришел, выводу, он не сразу у меня родился. Я сначала думал, что самый полезный предмет для остовопата это анатомия. Но я сейчас так не считаю. А почему? А давайте я скажу почему. Смотрите, анатомия это, ну конечно неврология тоже так же, но все-таки там проверить можно. Анатомия это на самом деле предмет неоднозначный очень. Вот как ни странно. Посмотрите-ка, вроде бы там же все точно. Но я задаю один и тот же вопрос на всех группах на четвертом курсе. Один и тот же вопрос. Я спрашиваю, пальпируете ли вы селезенку? И что? И что? Говорят. Я пальпирую, я пальпирую, я пальпирую. Из тех, кто пальпирует селезенку, я спрашиваю, сколько селезенок вы пальпируете? И все говорят одну. А селезенок на несколько. Да, я не сошел с ума. У меня есть фотографии двух селезенок, трех селезенок, четырех селезенок. Ну если они еще сохранились, это морговские фотографии, я уже неоднократно пытался от них избавиться. Но они каким-то чудесным образом находятся на резервных дисках и болтаются на моем компьютере, не отпуская меня. Отпустите меня, пожалуйста. Отпустите меня. Харон, отпусти меня. В общем, селезенок несколько, и это нормально, потому что когда идет эмбриональный разворот, то печень будущая или настоящая, сталкиваясь слева с будущими ребрами, она производит взрыв, и селезенок может быть россыпь. Каждая со своей артерией, со своей венкой. Но пальпируем мы всегда одну. Почему? Потому что нас так научили, так в Атласе написано. У Привиса написано так, у Синельникова, у Воробьева, у Ханса Фениша и так далее. Вот в чем дело. Мы берем анатомию как абсолютную, но на самом деле это модель. Модель, а живой человек, он больше состоит из функции, чем из того, как нарисовано в Атласе. Вот в чем дело. Возвращаясь к неврологии. Как я пришел к тому, что неврология самый полезный предмет. Я заметил, что в начале своего пути творческого, стеопатического, в начале вот этой работы, наиболее эффективны оказывались неврологи. Это не просто так, понимаете? Не просто так. Да, у педиатров есть шансы, но с детьми. А со взрослыми также нет. А вот у неврологов, фактически-то у нас неврология не делится на взрослую и детскую. Это все неврология. У нас сертификат. Неврология. И вот неврологи, из которых получились остеопаты, они мне нравятся. Ну, в начале, в начале. Мы потом все одинаково становимся. Но для этого потом нужно 10-15 лет. А вот в самом начале мышление невролога самое точное, мне кажется. Вот он быстрее всего это все находится, соображает, что делать. Поэтому, когда до меня это дошло, что я стал делать? Ну, и подтолкнула меня жизнь к этому, потому что я стал много работать с детьми. Вы замечали еще, еще вот у меня день размышлений. Замечали такую вещь? Есть врачи-остеопаты, которые работают преимущественно с детьми. Есть врачи-остеопаты, работающие преимущественно с женщинами. Есть врачи-остеопаты, работающие преимущественно с мужчинами. И так далее. Это очень интересно. Почему мы находим-то друг друга? То есть, это мы к той теме, о которой я вот недавно говорил. Отличие стеопатии от другого любого. Да потому что это неформально, понимаете? Это связь, коммуникация. Любовь это, так сказать можно. А это не со всеми возможно. Вот так и получается, что кому-то нравится работать с детьми, а кому-то с женщинами, а кому-то со стариками. И вот волею судьбы, столкнувшись с детьми, не будучи педиатром, я понял, что самое главное в детях, в маленьких, два процесса. Один, это их невральность. А второй, это их питание. Все. Либо ребенок будет гипотрофик, и у него будут проблемы. Или у него какая-то проблема с нутриентом одним, д-витамин или еще что-то, или железо, или еще что-то. Либо он будет иметь неврологическое отклонение. Вот это две вещи, мне кажется, самое главное. Ну, инфекции еще, да. Но инфекции, как правило, яркие. А вот почему у него еще вот этот рефлекс остается, хотя ему уже год, вот это интересно. И по каким он путям идет. На какую топику мы выходим. Почему у него глазик уползает. Почему у него язык уползает. Почему у него рот открывается вот так. Почему у него разница складок. Это все неврология. Это все неврология. И это подтолкнуло меня к тому, что я стал читать, 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 читать детскую неврологию для начала. Все, что нашел советское, все перечитал. Ремарка. Какие прекрасные книги были в Советском Союзе. Вот честно. Как они хорошо вычитывались. Как там все продумано. Какой мозг создавал эту книгу. Ну не все, но, ну да, большинство книг. И сзади бумажечка вклеена. На 56 странице читать не влево, а вправо. А на 147 странице читать экстра-перемидальный путь. А не рубротоломический. Вот, вот в чем плюс этих старых книг. Их вычитывали. Они очень качественные. Вы сейчас возьмите их. Если вы начинаете работать. Возьмите книжечки-то. Почитайте. Пошуршите страницами. У вас прояснение наступит. Как грязный стакан отмыть. Вот что произойдет. У вас. Вы человек заходит. Вы у него сразу разницу сторон видите. Вы у него видите его общий неврологический статус. Вы можете посмотреть. Вы поставили его в позу Ромберга. Пальцы на свою пробу. Все это посмотрели. Силу. Посмотрели, как он поворачивается. Это не плюсик к остеопатическому осмотру. А умножить. Умножить. Но у неврологов это уже прошивка стоит. Как вот сначала при покупке какого-то телефона или аппаратуры какой-то. У нас стоит какая-то прошивка заводская. Так вот, невролог и остеопат. У него прекрасная, прекрасная заводская прошивка. И если вы невролог и вы сейчас занимаетесь остеопатией, не бросайте, пожалуйста, свою неврологию. У вас там очень много информации. И на этом первом этапе своей работы, на него уйдет там лет 5-7, это будет вас подкреплять, ресурсировать. Это очень хорошо. А потом оно не нужно станет. Просто перейдете на другой уровень получения информации, на перцепцию. Дальше больше вы выйдете на получение информации на уровне бессознательного. Вы будете чувствовать, как мы чувствуем любимых людей или собаку свою, или еще кого-то. Вы выйдете на этот уровень. Но пока, если у вас такой хороший багаж неврологический, не бросайте, умоляю вас. Он поможет вам. Поможет. Правильно собрать информацию поможет. Определить топику поможет. Симптом, синдром, диагноз. Если вы так мыслите, зачем это выкидывать? Потом отвалится. А вначале это очень нужно. И это начало можно растянуть очень долго. И пользоваться, пользоваться, пользоваться этим. Назовите мне хоть еще одну специальность врачебную. Где столько есть информации и столько общего мета-уровень. Когда это касается любой части тела, любой системы. Можно сказать, гинекология. Ну что гинекология? А что вегетативная иннервация матки? Это неврология. Сердце. Да мне кажется, в проблемах с сердцем, там половина кардионевроз. По вагусу. Половина. Или по рефлексу с сонной артерии. Зажатости этого рта. Потому что все зажаты, закрыты вот так, с куриной попкой. Вот. А что? Спина. Это неврология. Кишечник. Это неврология. Короче, я вот так двумя руками. За неврологию. Если вы остеопат, начинающий, читайте книги по неврологии. Если вы невролог, который начинающий остеопат, не оставляйте вы эту прекрасную специальность. Прекрасную. И решение найдется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова